Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня на канале Леса Тогород мы будем делать маски медицинские. До чего дошло? Вчера были в районном центре, зашли во все аптеки, нигде нету масок. Парацетамол, правда, мы купили. Я считаю, что паники не должно быть, но подготовиться все должны. Потому что если вдруг температура, это даже маска не для того, чтобы себя защитить, а даже просто обычный грипп, температура, сейчас, говорят, будут останавливать, штрафовать. Если у кого-то температура, лучше одеть маску. А когда уже у тебя будет температура, тогда маски делать как-то не очень не хочется. Ну вот мы уже начали делать и решили с вами поделиться. Это рецепт таких масок мы узнали в очереди, потому что туалетной бумаги подходящей тоже не нашли. И нам посоветовали салфетки. Но салфетки не самые дешевые, а вот такие вот поплотнее. Я их разрезаю наполовинку. Вот по совету своей землячки. Затем в аптеке я купила салфетки влажные. Вот такие детские взяла, без всяких ароматизаторов, без ничего. Нужно немножечко салфетку достать, и чтобы она немножечко подсохла, потому что она сильно мокрая. Затем я ее вот так растягиваю. Если вы видите, салфетка почти из такого же материала, как вот эти маски медицинские, которые продают в аптеке. Кстати, вот стоит такая пачка 60 штук 35 гривен. Это чуть больше доллара, если кто не знает курс гривны. Это у нас доллар 28 гривен. 35 гривен стоит вот 60 штучек. Я немножко вот так растягиваю, чтобы придать форму и размер, как вот наша салфетка примерно. Вот, потому что все-таки люди говорят, что нужна двойная защитка. Защита салфетка обычная и салфетка влажная. Затем мы делаем вот как гармошечку. Складываем. Это уже кто на что гораст. Каждый советует по-своему. Тот туалетную бумагу, тот салфетку. Вот. И в аптеке мне дали вот такие вот, ну, денежные резиночки. Их можно купить в любом магазине. И вот так вот мы степлером, где мой степлер, скрепляем. Ну, опять же, нужно, чтобы влажные салфетки хорошо подсохли. Я вот сухой делала и лучше. Вот, если она плохо подсыхает, немножко размокают салфеточки. И вот с другой стороны также вот кладу резиночку. Один раз вот так сворачиваю, второй. И тоже степлером скрепляю. Всё, вот это дело. Всё. Наша масочка готова. Мы её вот так разворачиваем. Носику нашему будет мягенько из-за влажной салфетки. Одеваем вот так маску. Вот этими резиночками за уши. Вот так. Очёчками вот так вот прижимаем. У кого нет очков, одевайте солнечные. Всё. Можем спокойно выходить на улицу. Вот таких масок я сделаю штук 20. Складываю их в кулёчек. И пусть они будут на всякий случай. Так что, друзья, вот ещё необходимые медикаменты. Так как дочка врач, она посоветовала. Мама, пусть у тебя будет парацетамол. Пусть у тебя будут антисептики. В аптеках антисептиков уже не было. Но у нас есть очень крепкая самогонка. Мы будем протирать ручки. Мыть руки с хозяйственным мылом. Я тоже буду протирать. И снаружи, и внутри. Причём хозяйственным мылом мыть руки, когда выходишь из дому, идёшь за покупками или в аптеку. Затем, когда приходишь. Также нужно помыть руки с хозяйственным мылом и дверные ручки. Всё, к чему прикасался. Ну вот такие необходимые меры безопасности, я думаю, должен соблюдать каждый, кто бережно относится к своей семье, к близким, к жене, к мужу, к детям. Чтобы не было никаких последствий. Так что делайте маски, друзья. До свидания. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, как сделать масочку из того, что было. Всего вам хорошего. Продолжение следует...